Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на English Spot! В этом видео мы с вами продолжаем говорить про артикли, и на этот раз мы обсудим особые случаи употребления определенного артикля «за». Поехали! Итак, в предыдущем видео мы с вами обсуждали ключевые случаи употребления определенного и неопределенного артикля. Сегодня же мы с вами сконцентрируемся на особых случаях употребления определенного артикля «за», которые нужно просто выучить. Первая функция — это обобщение, когда мы называем один объект, но подразумеваем целый класс этого вида и воспринимаем его как единое целое. The Bengal tiger is on the brink of extinction. Бенгальский тигр находится на грани исчезновения. В данном случае мы не говорим про какого-то определенного тигра, но и не подразумеваем абсолютно любого. Мы рассматриваем здесь тигра как весь вид, как одно целое. When was the telephone invented? Когда был изобретен телефон. В данном случае тоже идет обобщение. Телефон как изобретение, как новый вид электроники. The dollar is the currency of the United States. Доллар — это валюта Соединенных Штатов. В данном случае доллар — это не купюра, а целая валюта. Иногда мы можем использовать либо определенный, либо неопределенный артикль без особого изменения в значении. Например, вы можете сказать Оба предложения означают одно и то же. Дельфин — это млекопитающее. Разница лишь в том, что в первом случае вы говорите, что любой дельфин, какого ни возьми, является млекопитающим. А во втором случае вы говорите дельфин, подразумевая весь вид, является млекопитающим, что по сути одно и то же. Если я вас сейчас запутала, и вы теперь совсем не знаете, какой артикль вам использовать, не отчаивайтесь. Используйте множественное число, и тогда вам вообще не понадобится никакой артикль в данном случае. Вы можете сказать Дельфины — это млекопитающие. Или Слоны — это большие животные. К этому же пункту мы можем отнести и музыкальные инструменты. Когда мы говорим «Я умею играть на гитаре», мы имеем в виду гитару как вид инструмента. Поэтому мы можем сказать I can play the guitar. Я умею играть на гитаре. Однако в американском английском в данном словосочетании определенный артикль часто опускается. И поэтому вы можете услышать I can play guitar. Во-вторых, определенный артикль используется существительными, которые являются уникальными в единственном экземпляре. К ним можно отнести Этот пункт также включает произведения искусства, так как они тоже являются уникальными. Например, мы можем сказать The Mona Lisa The Taj Mahal The Eiffel Tower Эйфелева башня Музеи тоже относятся к этому пункту, так как они уникальны. Например, Эрмитаж The Hermitage Или музей Гугенхейма The Guggenheim Museum Также сюда можно отнести и превосходную степень прилагательных, ведь когда мы ее используем, мы также подразумеваем некую уникальность. Самый высокий, самый низкий, самый дорогой и так далее. The Burj Khalifa Is the tallest building in the world Бурдж-Халифа Это самое высокое здание в мире. И, наконец, определенный артикль используется перед словом «столица» в таких предложениях, как London is the capital of Great Britain Лондон — это столица Великобритании, так как столица у каждой страны тоже одна, в единственном экземпляре. В-третьих, определенный артикль употребляется в некоторых устойчивых выражениях, таких как, например, In the morning — утром In the afternoon — днем In the evening — вечером Tell the time — говорить время Tell the truth — говорить правду Get to the point — перейти к сути дела Be under the weather — плохо себя чувствовать И в вопросах What's the difference? Какая разница? What's the matter? В чем дело? What's the point? Какой в этом смысл? Также определенный артикль используется перед существительными, которые обозначают не один предмет, а целую сферу или воспринимаются как нечто абстрактное и по сути тоже являются частью устойчивых выражений The cinema — кино Go to the cinema — ходить в кино Be at the cinema — быть в кино В данном случае мы имеем в виду не какой-то конкретный кинотеатр, а киноиндустрию в общем В американском английском вместо the cinema используется the movies The radio — радио Listen to the radio — слушать радио Мы подразумеваем не радиоприемник, а радио как сферу The police — полиция Call the police — вызвать полицию Обратите внимание, что таких устойчивых словосочетаний много, поэтому если вы встречаете какое-то новое устойчивое выражение, обязательно обращайте внимание на артикль, который в нем используется Четвертый пункт относится к людям Мы ставим определенный артикль перед фамилией, когда подразумеваем целое семейство В данном случае фамилия будет стоять во множественном числе Например, The Simpsons — Симпсоны От фамилии Симпсон Также мы используем определенный артикль, когда указываем должность, но не указываем имя или фамилию При этом эта должность является уникальной в пределах компании или даже страны Сегодня вечером президент будет выступать по телевидению Генеральный директор SpaceX покажет, как его ракета отправит людей на Марс Более того, при помощи определенного артикля и прилагательного мы можем поделить людей на различные социальные группы Например, the rich — богатые, the poor — бедные, the homeless — бездомные, the young — молодые, the elderly — пожилые Жизнь — это мечта для мудрецов, игра для глупцов, комедия для богатых и трагедия для бедных Также определенный артикль используется перед национальностями, которые оканчиваются на CH, SH и ESE Например, the French — французы, the English — англичане, the Japanese — японцы С остальными национальностями определенный артикль, как правило, не используется Например, Americans like baseball — американцы любят бейсбол В-пятых, определенный артикль используется перед некоторыми географическими названиями, такими как Названия рек, каналов, заливов, морей и океанов, то есть, по сути, со всем, что связано с водой The Amazon — река Амазонка The Gulf of Finland — финский залив The Mediterranean — Средиземное море The Pacific Ocean — Тихий океан Также в названиях горных цепей The Alps — Альпы Пустынь — The Atacama Desert — Пустыня Атакама Группа островов — The Bahamas — Багамские острова Частей света — The North — Север The South — Юг The East — Восток The West — Запад И если в названии страны есть такие слова, как Королевство, Штаты, Эмираты, Республика, Федерация Или названия страны во множественном числе The Netherlands — Нидерланды The United States — Соединенные Штаты The United Kingdom — Соединенное Королевство Великобритания The United Arab Emirates — Объединенные Арабские Эмираты The Czech Republic — Чехия или Чешская Республика Определенный артикль используется перед названиями некоторых общественных заведений Таких как пабы, рестораны, театры, кинотеатры и отели I stayed at the Hilton — Я остановилась в Хилтоне На этом все, дорогие друзья! Надеюсь, это видео вам понравилось! И если это так, не забывайте ставить палец вверх и подписывайтесь на мой канал! Успехов в изучении английского и отличного настроения! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok